Добрый день дорогие гости и подписчики канала Растюхи.com. Меня зовут Наталья. Мой сад находится в Украине, недалеко от Одессы. Сейчас как раз такое время, когда все садоводы активно покупают новые саженцы, создают, дополняют или переделывают цветники. И порой возникает такой вопрос. Какие хвойные растения можно посадить в теневые клумбы, чтобы разнообразить ими многолетники типа хосты, гейхеры, остильбы, гортензии, рододендронов и прочих теневыносливых растений. Сразу хочу сказать, что речь не идет о темном глухом угле участка, куда вообще никогда не заглядывает солнце. В таком месте вообще мало что будет себя хорошо чувствовать, даже из лиственных. Все-таки это должно быть полутенистое расположение, либо рассеянная тень под кроной деревьев весь день, либо пару-тройку часов в день полное солнце, например, утром и вечером. Итак, какие эти невыносливые хвойные можно посадить в такие места? Первое растение это туевик. Туевик долотовидный или туевик поникающий, или туевик японский. У меня растет сорт вариегата. Видовой туевик имеет зеленую хвою и может вырастать до 3 метров высоты и 1,5 метра в диаметре. Моему сорту вариегата обещают примерно 1,20 метра в высоту и диаметре, но растет он очень медленно, так что даже не знаю, когда он достигнет таких размеров. Также в продаже есть сорт нано, тоже с чисто зеленой хвоей, но он совсем невысокий, около 60 сантиметров в высоту и диаметре во взрослом возрасте. Также существует сорт золотистой хвои ауреа. Но вот как раз все сорта хвойных с золотистой хвоей или с золотистыми приростами сажать в затенении не стоит. Они позеленеют или приобретут в лучшем случае салатовый оттенок. А вот вариегатные сорта вполне можно. Это растение, как и все, кто родом из Японии, предпочитает прохладное влажное лето, поэтому на юге его обязательно нужно высаживать в полутень или даже более плотную тень. А если у вас более подходящий для него климат, можно и в полутень, и на полное солнце. У меня он растет в тени от груши. Растет уже 5 лет, но перенес пересадку, потому что изначально был посажен на солнце и там сильно подгорал. Его зимостойкость от пятой зоны, то есть примерно до минус 30. Следующее растение это микробиота перекрестнопарная. У меня растет два сорта. Вот этот сорт с желтой вариегатностью называется карнавал. И в тени он будет держать свою вариегатную расцветку хвои. Микробиота это распростертый почвопокровный кустарник, а разрастается больше в ширину. Этот сорт, как обещают, будет компактным, до 50 см в высоту и до 1,5 м в диаметре. Видовые растения имеют зеленую хвою и более крупные размеры, до 1,20 м в высоту и даже до 5 м в диаметре, без обрезки. Это у меня еще маленькое растение, посажено только в прошлом году. Растет под той же грушей, что и туевик. Второй сорт, который у меня растет, микробиота лукас. Хвоя у этого сорта совершенно не похожа на типичную для микробиоты мягкую хвою, которая напоминает хвою туи или биоты, почему она собственно и называется микробиота. Это еще более компактное растение, во взрослом возрасте обещают всего 25 см в высоту и до 70 см в диаметре. Эта микробиота растет у меня 3 года. Она получает прямое солнце с утра, а примерно с 11 утра и до вечера она попадает в тень от грецкого ореха. Микробиоты очень неприхотливые, аскетичные растения. Зимостойкость им дают до 40 градусов мороза. Все сорта на зиму кардинально меняют цвет на бурый или бронзовый. Еще одно хвойное растение для тенистого сада – цуга канадская. У меня посажен карликовый сорт, наиболее популярный – джеделох. Ему обещают во взрослом возрасте высоту до 60 см и диаметр до метра. А видовая цуга канадская – это дерево около 15 метров высотой. Существуют самые разные сорта по форме и размеру, в том числе есть и цуги плакучей формы. Все они хорошо чувствуют себя в тени, предпочитают влажный и прохладный микроклимат. Эта цуга растет у меня уже 5 лет, но пару лет назад зимой под тяжестью мокрого снега у нее отломился верхний ярус веток. Из чего я сделала вывод, что веточки у этого сорта хрупкие, и они действительно очень тонкие и изящные. Растет это растение очень медленно в форме подушки или гнезда. Красивое растение, неприхотливое, требует минимального ухода. Зимостойкость до минус 30. Здесь же на этой клумбе с азалиями высажены кипарисовики. Все кипарисовики могут расти в полутенистом месте, но для южных садов затенение – это прямая рекомендация для кипарисовика тупого. У меня был опыт потери вот такого кипарисовика, который называется сафранспрей, посаженного на полное солнце. Летом он, к сожалению, погиб на нашей жаре. А этот уже посажен в тени под грецким орехом и растет здесь 2 года. Поэтому у меня все кипарисовики туполистные или тупые, посажены только в затенении. Кстати, их родиной также является Япония, и в тамошних лесах они соседствуют с туевиком, который я показывала в начале ролика. Остальные виды кипарисовика лавсена, горохоплодный, почти все растут на полном солнце у меня, хотя есть и пару экземпляров тени. Например, здесь же рядом растет вот такой варигатный кипарисовик лавсена варигата. И два кипарисовика горохоплодных. Сорт Хаймсавара и кипарисовик горохоплодный Нана. В принципе, для затененного места вы можете взять любой кипарисовик, кроме золотистых сортов, если подходит его зимостойкость. Наиболее зимостойким видом кипарисовика считается горохоплодный, но и карликовые сорта других видов, которые зимой будут полностью прикрыты снегом, можно выращивать даже там, где бывают морозы до 30 градусов, то есть в пятой зоне. Еще одним гостем из Японии является криптомерия японская. Она, кстати, также соседствует в дикой природе с кипарисовиком туполистным. Криптомерия теневынослива, и для юга, как и всем японцам, ее лучше всего высаживать в затенении. У меня растет три сорта криптомерии. Два из них карликовые сорта, вот этот называется Little Champion. Растет у меня два года. Посажен под яблоней. Во взрослом возрасте обещают, что он будет до 60 см в высоту и до метра в диаметре. Второй сорт называется Yokogama. Максимальные размеры взрослого растения заявлены до 80 см в высоту и до 60 см в диаметре. Также она посажена у меня в тенистом месте и прекрасно себя чувствует. У меня было высажено два таких сорта, и второй был посажен на полное солнце. Он, к сожалению, там не выжил. Морозостойкость обоих этих криптомерий до минус 26 см. И еще у меня есть высокий сорт криптомерии, криптомерия Elegance. Она может достигать 4-5 метров в высоту. Вот она растет у меня на полном солнце и даже хорошо себя чувствует, хотя я боялась, что там она будет гореть. Высота ее уже перевалила за 2 метра. Ей дают чуть ниже зимостойкость до минус 23 см. Хотя это неоднозначно, какие-то питомники дают до минус 27 см, какие-то минус 23 см. Но у нас таких температур вообще не бывает, поэтому ничего сказать не могу. Зимуют все криптомерии у меня хорошо. Мои сорта криптомерий меняют цвет хвои на зиму. Особенно яркой становится криптомерия Elegance. Теневыносливыми являются также большинство используемых в садоводстве видов ели. За исключением, насколько я знаю, ели колючей, которая очень светолюбива. В теневых зонах можно высаживать ели обыкновенную. Например, вот этот сорт ели обыкновенный, Little Jam. Мне этот сорт настоятельно рекомендовал продавец посадить в затенение, когда я ее покупала. Сказали, что у нас на юге может подгорать на полном солнце. И я ее так и посадила, как мне рекомендовали. И она здесь растет уже 9 лет. Это карликовый подушковидный сорт. Очень компактная ель с мизерными в 2-3 см приростами. Взрослое растение может быть до 50 см в высоту и чуть больше метра в диаметре. Здесь ее с конца весны и летом затеняют барбарисы. Рядом с ней в компании растет левизия котеледон, азалия японская, кипарисовики. Морозостойкаясь ее до минус 30 см. Еще одна ель обыкновенная, не деформис, растет у меня 7 лет в рассеянной тени от яблони. Этой елочке с учетом возраста саженца 10 лет. Ее размеры приблизились к метру в диаметре и высоту она около 60 см. В прошлом году я впервые ее постригла, немного уменьшила в ширину, поскольку она может вырасти до 3, а где-то пишут и до 4 метров в диаметре. А здесь я могу и выделить только метр полтора или чуть больше. В высоту взрослое растение может вырасти до метр двадцать. Ее морозостойкость до минус 35 см. Она растет в компании падубов, пильчатой гортензии и листопадной азалии. Также затенение, как говорится, это то, что доктор прописал, для ели канадской коника и сортов, выведенных от нее. Эти ели могут весной в северных регионах страдать от зимневесеннего иссушения хвои, то, что называют обгоранием. Поэтому удачным местоположением для них будет место в тени, где тень будет и обязательно в зимнее время года. У нас на юге такой проблемы нет, хвойные не горят весной, но вот эта елочка канадская Blue Wonder растет у меня третий год в довольно такой плотной тени от абрикоса. Просто мне захотелось сюда ее посадить, вот в эту композицию. Она имеет более компактные размеры, чем коника, обещают во взрослом возрасте высоту до двух метров и диаметры до метра. Ее зимостойкость до минус 30 см. Здесь за ней растут метельчатые гортензии, а перед ней две вейгелы сорта Pink Poppet. И она хорошо себя здесь чувствует, хотя тут целый день нет вообще прямого солнца. По отзывам других садоводов, все сорта, полученные от коники, хорошо растут в тени, не теряя своей декоративности. Но вот сорта с яркими приростами, как моя ель канадская Rainbow Ends, о которой есть подробное видео, лучше высаживать на хорошо освещенные участки. Здесь же в ногах у вейгела стелется можжевельник горизонтальный глейшер. Он был посажен одновременно с елочкой Blue Wander. В обзорном видео о своих можжевельниках, ссылку на который я оставлю в описании к этому видео, я говорила, что это растение является очень святолюбивым. И это действительно так. Однако некоторые виды можжевельника тоже могут украсить тенистый уголок сада. Моя знакомая, хозяйка питомника растений в Одессе, научила меня такому принципу. Если можжевельник имеет колючую, жесткую хвою, как, например, можжевельник чешучатый, его нужно высаживать только на хорошо освещенное место. А виды можжевельника с мягкой хвоей будут расти также хорошо и в полутени. У меня в полутени под деревьями растет много стелющихся можжевельников. И хорошо себя чувствуют, не теряют своей декоративности, не лысеют. Также можжевельник казацкий, который нам достался вместе с участком, растет под грецким орехом, и это нисколько ему не мешает. И закончить свой обзор тени выносливых хвойных хочу растением, с которого обычно начинают такие обзоры. Это, конечно же, тис. Тис очень гибкие в этом плане растения. Они могут расти и на полном солнце, даже у нас на юге. Например, вот этот тис ягодный фастегиата у меня растет весь день на полном солнце. Это узкоколоновидный сорт тиса, растет у меня 6 лет. Больше набирает пока высоту, в диаметре очень узкий. Во взрослом возрасте он может достигнуть 4 метров высоты и в диаметре от 1 до 2 метров. Тисы хорошо стригутся, так что можно держать их в нужных размерах. Но также тисы могут расти и в полотени, и даже в полной тени. У меня всего 3 тиса и 2 остальных растут с небольшим затенением. Вот этот сорт тиса я, к сожалению, точно не знаю, может быть кто-то подскажет. Но это, наверное, тис средний. Он растет в форме чаши, больше в диаметре увеличивается, чем в высоту, и многие побеги у него дугообразно изогнуты. Каждую весну я его обрезаю, он был бы гораздо больше сейчас, потому что прирост у него сантиметров 15 или даже чуть больше. У меня в саду он уже 5 лет. Растет часть дня на солнце, а часть дня в тени от дома. А вот третий тис, ягодный Давид, имеет яркие приросты и золотистую окантовку листа. Так что его нужно высаживать на хорошо освещенное место. Морозостойкость тисов до минус 30. Дорогие зрители, несмотря на то, что мой сад находится на юге, все показанные в ролике хвойные можно высаживать в тенистых местах в любых других регионах. Это все теневыносливые растения. Надеюсь, этот ролик был полезен для вас. Спасибо за внимание. Заходите на мой сайт растюхи.ком. Пусть ваши растюхи растут и радуют вас.